Если он ничего больше не даёт, он выглядит примерно как карамелизированная... да-да-да. Нашли, ребята, нашли! Год Хэд, нашли! Который выглядит вот так. Наши слёзы просто никуда не летят, потому что сникдальности нету, Карл, просто нету. Субтитры сделал DimaTorzok На него, если кому интересно, сегодня, 30 октября, вышел какой-то апдейт, я без монетия какой. Но я не думаю, что это причина возвращаться в него, потому что... Ну, не думаю, что что-то такое глобальное, прям уж так изменили. Но вот, переношу к сведению. Сегодня у нас будет один из четырёх новых персонажей, сегодня у нас будет, я думаю, что Флайзик. Потому что, ну, чёрт возьми, он такой масенький, это прям сразу же привлекает. Не то, что этот вот голем с большой кучей чего-то непонятного на голове. Также мне сказали, что правильно оказывается Бафомет, то есть через букву Е, ударение на неё, соответственно. Я и посмотрел, убедился тоже в этом, надо бы это запомнить как-то. Сегодня у нас будет Флайзик. Мне писали в прошлый раз про этот, про серию, которая была, что... Ё-моё. Ну мы прям, мы прям реально мушка. О! В смысле? А, мы стреляем крайне недалеко. Или что? Или в чём прикол? Стоп. У нас дальность написана нормальная, 2375. Это хорошая дальность. На деле она выглядит совсем не так. Мне кажется, или мы реально мухами стреляем? Мы стреляем, мухи спавнятся. При этом более двух мух у нас не может быть, судя по всему. Что-то такое. При этом остаётся какая-то кровяка после наших слёз ещё. Ну давайте посмотрим. Так вот, мне писали, что надо читать. Да, судя по всему, ребята, у нас реально мухи спавнятся из наших слёз, и мы постоянно ими лупим. Блин, интересно, это нормально будет реализовано вообще? То есть они будут агриться нормально на врагов, ну так, адекватно. И что будет по сочетанию с нашими предметами всякими? Они будут сочетаться или как, или нет? Они будут на мух накладываться или только на наши слёзы? То, что мухи, они выглядят так, как будто бы, знаете, такой предмет, ну такой вид нанесения уроков. Который никак не меняется сам по себе. Максимум могут увеличиться в размере. Что-нибудь в этом духе. А так, без смотреть, ну посмотрим, что у нас сегодня получится. Потому что, да, на самом деле, мне бы хотелось, чтобы мухи более, из более дальней дистанции агрились на врагов. Интересно, это сделали так, чтобы это скейлилась от нашей дальности или нет? Конечно, сомневаюсь, но вдруг... Или знаете, как это было у Rottenbaby, что если первая муха заагрилась, то дальше они начинают уже спокойно атаковать постоянно его. Так, камушек хороший. Бомбу вернули и сердце взяли. Отлично, у нас первый этаж не XL, конечно. Мне сказали, что надо читать внимательно именно описание предметов, потому что, например, сердце, которым подобрали в прошлый раз, нам, конечно, описание не было. Но мне сказали, что это не из-за него у меня со статами такая чертовщина происходила. Например, когда я гнал на Magic Mushroom, какого черта он мне не дал статов? Оказывается, ребят, это нихрена не Magic Mushroom был. Он выглядел как Magic Mushroom. Я не знаю, я потом присмотрелся, мне показалось, что там все-таки чуть-чуть, может быть, какие-то оттенки отличия есть. Но вот прямо вот так издалека даже и не сразу скажешь. Тем более, когда по инерции... Кстати, у нас сейчас три мухи было, почему? Или она из чемпиона там, может быть, муха выпала, не знаю, не обратил внимания. Так вот, а там был ядовитый гриб, который уменьшает, наоборот, все статы, написано было по описанию, прочитал, и делает слезы большими ядовитыми. Он нам сделал их ядовитыми, но я не помню, чтобы у нас статы он их уменьшил как-то, по крайней мере, точно не сразу после подбора. Однако, что у нас было со статами, когда мы, например, брали... Как оно там? То ли сало, то ли еще что-то такое артефакт, который два максимального хп давал, только половину заполненного из них. И минус 0.2 скорости бега отобрал в итоге 0.5. Потому что там я сверялся с описанием, это именно тот артефакт из оригинального Айзека. Или, например, шар, который на 0.16 должен повышать скорость полета выстрелов, а на деле он ее замедлил. В общем, много чего такого любопытного будет. Также мне писали, что этот мод, оказывается, был еще на реберс, но при этом его не допилили. Надеюсь, что он не заброшит, по крайней мере. Нормально, давайте возьмем. Так, это взорвем. Оп, секретки будут показаны нам теперь. Что это? О, нет, конфулдет. Это, короче говоря, мне сказали, что эта штука, она работает... Ну, она инверсирует управление и до того, как мы не съедим следующую пилюлю. Нифига подобного. Оно продолжает работать. Я нажимаю вниз слева. Нет, оно все-таки работает, судя по всему, именно какое-то определенное количество времени. Но так было бы справедливо. Это что такое еще? Трупуп. Типа, настоящая... У меня даже стрельба инверсирована. Настоящая, прям брутальная, мужицкая какаха зеленого цвета. Нет, уйди. Тихо. Ай, ты... Оно... Вот, когда я пошел направо, у меня управление обратно вернулось. Как же не вовремя-то, а? Так, Хагалас, мы знакомы. Что вот это такое? Это какая-то активка. Ну, выглядит как будто бы это какаха, как будто бы когда... Я не знаю, как это назвать. А, нифига себе! Как будто бы она долларовая текстура заполнена. Нормально, она золотую какаху поставила. Если она... Так, это убрать. А хотя, знаешь что? Нам это вообще... Угрожает хоть как-то этот ринг или нет? Она хоть как-то нам будет мешать или нет? Не уверен. А, у нас мухи теперь хрен знает откуда будут лететь. Так, я понял. Ну, тогда, знаете что? Выгодно нам сделать так, чтобы у нас как бы была дальность полета большая, чтобы мы нашу слезу разбивали около врага. Тогда мухи будут около него появляться. Слушайте, помню, это неудобно работает. Абсолютно. Так что я, с вашего позволения, пожалуй, оставлю этот предмет. Эту ринку. Про вот эти вот странные бомбы и так далее. Мне сказали, что они могут понизить количество бомб, а могут повысить. Вот это, судя по всему, понизило. Так же мне писали, что, похоже, такие проплитые, как, не знаю, как это назвать правильно, неустойчивые, что ли, пикапы, они могут повысить статы. Вот этому я был удивлен. Если честно, не помню, как это было в прошлый раз у нас. Замечал я это или нет. Пилюля, например, которая цианит, она вообще убивает, оказывается. То есть, очень хорошо, что я в прошлый раз решил не проверять, что будет по окончанию ее таймера, который она запускает. Мы не будем прямо уж целиком этаж, наверное, проходить. Хотя, вдруг там что-то будет полезного. Как-то большой, на самом деле, этаж для первого. Очень большой этаж для первого. Серьезно. Первый этаж обычно длится, не знаю, комнат 7, может быть. Тут прям здоровые комнаты, их много. Литлхорн, ну с тобой мы знакомы. А, ну рандомную какаху вообще лупят, что ли? Хрена себе. Так это имба какая-то. Каждую комнату, если использовать, радужная какаха, она полностью хилит себя. Золотая дает деньги, черная носит урон. Не знаю, какая там еще есть священная, которая как раз стрелять увеличивает. Надеюсь, еще есть взрывная. Нет, взрывной нет. Это уже другое. Красная какаха плохая. Слушайте, ну забавно, забавно. Так вот, мод был сейчас реберс. Я не знаю, на самом деле, заброшен он или нет. Надеюсь, что все-таки нет. Я про этот мод не слышал, хотя не ожидал, что он так давно существует. Я потому что в Айзека начал играть еще, когда был реберс. Причем, что я не могу точно сказать, когда это именно было. Но это было еще вот до выхода Enter the Gungeon. Я вот так скажу. Потому что Enter the Gungeon было уже после Айзека, я его узнал. Это я точно могу сказать точнее, не скажу. Но про этот мод я при этом не знал. Так, это что такое? HP Up, Lockdown. Misfortune Meet. Misfortune? Я знаю, есть такая игра, Little Misfortune. Маленькая Misfortune или что-то такое. Я видел его прохождение укупленного. Ну, не соврали HP Up и Lockdown. Ну, если честно, так себе, потому что я, в принципе, артефактам, которые просто дают хп, не особо рад. А этот еще и добавки дает сверху. Ну, так себе выглядит. А у нас тут она какая-то... В чем ты шел там лежит? Это муха наша, флайзик наш. Не будем углубляться. В чем именно? Curse of the darkness. Норма, смузончик. Подогнали в эту комнатку. Прям да, окей. У нас справа секретка. Нам бы бомб найти штуки четыре хотя бы. Чтобы автоматы взорвать и две секретки открыть на этаже. О, я даже не заметил какую-то золотую комнату зашли. Не заметил, что тут, оказывается, была комната золотая. Но тут все двери, они сливаются на фоне золотого такого этажа. Так, ну этот артефакт, который нам дали, в принципе, он поначалу будет нормально вытаскивать, наверное. Хотя нет, вы знаете, как он... Он вытаскивает, когда в комнате целая куча всякой дряни. Когда они все... Их много, и они стоят рядышком. Вот тогда он подцепной реакцией может всю комнату зачиститься сразу же после убийства первого врага. Я бы хотел, чтобы у нас, не знаю, у нашего флайзика еще что-то с мухами было дополнительно связано. Потому что, ну, по сути, как бы... По сути, если мы правильно будем муху кидать, то мы с каждого выстрела будем дополнительно наносить просто как бы... И выстрелом дамажить, и плюс еще мухой. То есть у нас будет как гаппи просто бонус, но при этом дальность совсем такая себе. Интересно, можно ли нам дальность как-то разогнать? И что будет, если мы найдем, например, бримстоун? Или ножик? Ну, а бримстоун лучше. У нее дальность бесконечная все-таки. Вот это было бы любопытно. О, этот артефакт может и такую фигню заспаунить. Плохую тоже. Я и забыл, что это тоже как бы отдельный вид как ах. Это что за ложка такая в форме буквы R? Placeholder, test description. Без понятия, что это значит. Бомб нету, зараза. Но это активка какая-то. Я бы не хотел, на самом деле, менять нашу активку. С одной стороны, я бы хотел проверить, что там такое за 6... За 6 использований. С другой стороны, мне нравится наша активка. И тем более, что там она не бесплатно лежит, а надо еще деньги на нее потратить. Так что не знаю, хочу ли я ее покупать или нет. А, трэш. Нам бы, знаете, что хорошо было бы найти с этой... С этой нашей активкой. Знаете, знаете. Треньку, счастливая какаха, или как она называется. Которая сильно увеличивает шанс дропа чего-нибудь из какашек. У нас... Да уж. Это Айзек. Что это я могу сказать еще? Хорош. Когда хороший очень артефакт, это что-нибудь, что увеличивает дроп из каках. Вырвать это из контекста, это звучать будет крайне странно. Для игрока, который не посвящен в Айзеке. Не знаком с этой игрой, с этим удивительным миром. И его специфика, и атмосферой. И в конце все-таки получил урон. Бомб не видно, вот что плохо. Это Блайтед Ому. О, Вум. Я понимаю, что он... А, стоп. Это обычная версия этого босса. Я, по-моему, впервые, ребят, обратил внимание на то, как выглядит картинка этого босса перед боем с ним. Я хотел сказать, что, скорее всего, босс измененный вот этот вот, как раз-таки. Как близнецы, но их особая версия, как бы, да? Вот такая вот. А это, оказывается, обычный босс так называется. Я даже не знал. Так, а вот это... 404, текстур not found. Missing текстур. Какая-то потерянная текстура, аж к 404, текстура не найдена. Что это значит? Что? Плюс два дамага, минус один. О, два дамага и один терсы дали. Нормальный буст. Так-то, возможно, нам дают именно множители с два дамага. Если так, то вообще круто. Потому что нам бы... Вот гапи нам надо собирать или нет, а? Или лучше по-ангельским пойти. Из любопытства. Давайте попробуем по-ангельским пойти. Мне, в принципе, как бы гапи будет работать, если я только попадаю по врагам с наших слез. И мне попадать не особо удобно, потому что... Ну, вы сами понимаете, почему. Ну, я все равно уточню. Потому что у меня дальность слишком маленькая. Хотя, если я бы нашел примстоун, все-таки у меня вопрос. Он бы заменил бы наши слезы? Я был бы просто имбовым персонажем или нет? Или все-таки как это будет? Ой-ой-ой! Не успел среагировать. Молодец. Сразу же потерял все свое преимущество. Что ты тут мне показываешь? Здесь нет хорошего камушки. Я тебе не верю, что здесь будет находиться люк. Я знаю, как ты любишь на пустые камни показывать, и там нифига нет в итоге. All stats up, your tears will feel weird. А все статы вверх, твои слезы чувствуют себя что-то там вверх какой-то. Я не знаю, что такое. Pineapple Pizza. Это типа, как это, ананасовая пицца, что ли? Ананасовая пицца я сейчас не пробовал, не знаю. Нихрена себе! А, о, ё-моё, какая жесть! Нам дали дамаг, нам дали терсы, нам дали, по-моему, скорости бега, дали скорости полета выстрелок, но наши слезы летят рандомно немножечко вот так вот. У обычного персонажа это было бы, наверное, очень жестко. У этого, возможно, даже очень все хорошо. Кстати, смотрите-ка, количество наших мух вокруг нас зависит от нашей терсы, вот что я сейчас понял. Видите, сейчас у нас 6 терсы, у нас 5 мух теперь есть. Когда было 9, у нас было 3 мухи, я на это обратил внимание. Но не подумал сначала, что это с этим связано было. Это, оказывается, вон как сделано прикольно. Слушайте, вот это хорошо. Вот это мне нравится. Вот, давай, я взрываю этот камень. Ладно, я беру свои слова назад. Все-таки здесь был люк. Просто я знаю, что это штука, дэмэшап, отлично. И the game. Мне писали, что the game означает, типа, игра окончена, или игра проиграна, или что-то такое. Здесь еще один камень был! Я его не заметил. Просто эта муха, она очень часто показывает на камне, на которых ничего нету, но при этом, даже если ты его сломаешь, под ним не будет люка. Она должна показывать люки, но бывает, иногда она показывает камни, под которыми ничего нету. Или просто на пустую точку на карте. Просто берет и стоит на ее месте, и все. Слушайте, ну у нас очень крутые артефакты сейчас надаются. Я иду тут камушек взрывать, потому что мне надо набрать просто сердец с них, чтобы сделку не пропустить. А тут у нас не сердца, к сожалению. А это что такое? It's acting a bit oddly. Без понятия, что это значит. Это что-то там, что-то там, что-то там, что-то там. Давайте возьмем, допустим. Ну, по внешним каким-то резким параметрам я ничего не заметил. Пицца с ананасами, на самом деле, вот из того, что я люблю смотреть всякие обзоры еды всякой, или чего-то такого, на самом деле, какуша там, а дружа обломова, люблю смотреть, обожаю прям вообще. Такая мания своеобразная есть. Так вот, из того, что я слышал по еде, те, кто любят пиццы, делятся на два типа, как касаемо ананасовой пиццы. Что некоторые ее обожают прям, а некоторые абсолютно не понимают, в чем ее прикол. Типа, зачем теплый ананас есть и так далее. Поэтому такая вот, может быть, отсылка на эту тематику, я не знаю, честно говоря. Сомневаюсь, честно говоря. Но у меня вот свои какие-то позиции по поводу пиццы нет, потому что, ну, мне кажется, что, ну, пицца такая штука, которая, даже если считается пиццей, что она не особо вкусная, мне кажется, что она мне все равно понравилась. Ну, потому что мне пицца, например, понравилась в любом случае. Чтобы туда не навалили прикольного такого, запеченное тесто, ну, черт возьми, это вкусно. Даже пицца с ананасами, я думаю, была бы вкуснее, чем просто, например, макароны. Не знаю. Вот так вот у меня. Но я без понятия. Ананасы, блин, я помню, как я в детстве, ну, как в детстве, лет 12, может, 10, просто обожал, черт меня, возьми, ананасы. Просто из баночки, консервированные или какие-то такие. У меня вот одно из блюд на день рождения, это было просто банка ананасов. Я их просто живьем брал и жрал, как едят арбуз. Так я любил есть ананасы. Была такая у меня мания. Так, тут у меня вариант купить с ней сердце, постараться найти еще одну монетку, увеличить себе шанс сделки. Нашли монетку, еще нашли подарок. Еще нашли какой-то Dead's Home. Кстати, есть такое название челленджа у нас было, я помню, в прошлый раз мы видели. Есть подарок. Я бы подарок взял бы, попытался бы пойти с ним в сделку, если честно. Надо не забывать про нашу какаку, она дает иногда деньги. Вот давайте посмотрим, что нам даст монетка. Две монетки дала, нормально. Я бы купил подарок, но купил бы его перед боссом. А вот и босс, кстати говоря. Надеюсь, что мы не сольем шанс на сделку, и надеюсь, что у меня вообще комната ангела откроется. На что шанс на самом деле вообще маленький. Как бы 50 от 36 процентов. То есть получается, сколько? 18,12. 18,125 процента шанса того, что у меня будет именно комната ангела. То есть в случае, если откроются сделки, и от сделки еще половину шанса отнять. Но давайте попробуем, посмотрим. Получится ли ее найти все-таки, увидеть сегодня. Мы вроде не летаем, поэтому... Ну, слушайте, мы как бы не летаем, но мы очень быстро движемся, как бы. Это как бы... Не летаем формально, но летаем как бы в том плане, что очень быстро двигаемся. Так, у нас сделка все-таки. Нам дают Lil Delirium. Окей, пусть будет Shade 7. Я брать не хочу, она полная трэш. Cube of Meat кусок мяса обычно остался. Так, идем, забираем обратно нашу какашечку зеленую. Так, и взрываем эту штуку. В поисках чего-нибудь, чего-нибудь, чего-нибудь другого. Но можно просто взять синее сердце, на самом деле не париться. Оставим это на потом. Мы здесь золотой комнат находили или нет? По-моему, здесь ананас у пиццы нашли или нет? Че-то как-то я начинаю забывать уже. Данжон один этаж. Раз, красный какаха. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Красный какаха, это не есть хорошо, особенно, когда ты сходу можешь на них налететь. Вообще ни разу неприятно. Так, мы тут везде были уже, черт возьми меня. Почему карта опять невидимая? Не люблю это проклятие. Я, в принципе, ни одно из проклятий не люблю, само собой. Кто их любит-то вообще? Так, ну давайте здесь как голос прожмем. Lay on hands. Чего? Там, по-моему, сердце лежит, что ли? Нет, там была монетка, судя по всему, и бомба. А, нет, сердце красное лежит. Дает по одному каждого пикап, может быть, spicy chicken. Так, у нас была вот здесь вот секретка, по-моему, да. Давайте поищем, что здесь у нас будет. А, здесь бомбы нужны. Или хагалаз, кстати говоря. Давайте за хагалазом сбегаем. В принципе, у нас есть ключи, чтобы пооткрывать те замочки. Почему бы не воспользоваться возможностью, которую нам предоставляет игра? Слушайте, ну мы сейчас со старта уже у нас практически... Не практически. По сути, у нас 4 предмета, да? Из 8. Это наши из мода, как бы. Ну, 3 предмета и 1 активка. Еще 3-ка. В этот раз мы прям много всего нового видим. Такс, здесь у нас ключик. Плюс 2. Бомба. Плюс 1. Нормально. Не надо так делать. Пожалуйста, не надо так делать. Берет, берет и 2 замка открывает. Как будто бы у меня прохода этого не хватает. Толщинаю по 1 клеточку. Как-то занесло меня. Так, ну у нас ситуация очень неплохая, на самом деле. Нифига себе у нас тут муха. Откуда их столько? Мы прям реально мы флайзик, ребята. Мы флайзик, это вот... Это да. Так, мы здесь были, да, вроде? Здесь у нас были красные кахи, да. Все, идем на следующий этаж тогда. А мы сегодня не пойдем ни на босс раш, ни на хаш. Хотя на хаш я бы не отказался, на самом деле. На хаш было бы любопытно. Если успеем, конечно, это вряд ли. Может, стоит ускориться, опять же. Лейер. Такого этажа, по-моему, в прошлый раз не видели. Тоже какая-то такая... Музычка своя какая-то добавлена. Нет, ну мух у нас все-таки... Вот сколько у нас их мух? Четыре мухи сейчас. Почему четыре? У нас было пять в прошлый раз. Не понял. Не понял. Почему четыре мухи? Может быть, у меня там одна из мух была как раз-таки... Какая-то... Откуда-то из другого места появилась, я не знаю. О, золотая какая-то. Надо не звать про эту штуку все-таки. Она регулярно дает что-то хорошее. Так, набрали. Сердце мы до него никак не доберемся. Вот если бы я купил бы в магазине этот сам лестничку, может быть, стоило. Мы бы смогли туда попасть. А так, к сожалению, мимо. Тихо-яй-яй-яй-яй-яй. Уйдите. Да, хорош ты налетать на этих чемпионов-то. Так, по-раковски, а? Так, а как... О, оглушили всех врагов. Лил Делириум. У меня просто все в игре идет сейчас против нас. Лил Делириум превратился в взрывную муху, которая, знаете, которая летает по комнате и взрывается. Вот эта, которая сейчас была. И он сразу же вылетел во врага. Ну, это как была подстава, как примерно с Бобом. Pride Real Charm. Что это такое? Я не знаю, как это назвать, что это такое. Какая-то штука из нее торчит какой-то разноцветный рог. Давайте возьмем. Real Charm. Может быть, что-то связанное с очарованием врагов? Очарованием. Тихо, 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 тихо. Спокойненько. Но пока что непонятно, если честно. Так, за две бомбы идти туда. О, сердце, хорошо. Сердце будем набирать. И давайте его тоже взорвем, пожалуй. Можно было бы сделать себе все пилюли, чтобы у нас... Пилюль в этом моде много. Кстати, мне писали вот целым списком огромным описания всех пилюль. Я просто охренел. Я думаю, что мы по мере надобности, по мере того, как мы будем поступать информация, как нам будет поступать, собственно. Как только увидим что-то новое, будем пытаться понять, что к чему. Потому что их слишком много. Так же, как и очень много этих самых дополнительно добавлено было. Это что еще такое? Почему он зачарованный? Почему босс зачарованный? В смысле? Его все равно стреляет. Да пошел ты. О, кому-то ангела. Караменсер Корн. Вот что это такое? HP Up. И? Если он ничего больше не делает, он выглядит примерно как карамелизированная... Да, да, да. О, нашли, ребята, нашли! Год хэд, нашли! Ааа, который выглядит вот так. Ха-ха-ха-ха-ха. Наши слезы просто никуда не летят, потому что сникдальности нету, Карл. Просто нету. А что это заряжается? А, это наш этот самый... Блин, ну это звездец какой-то. У нас голова вообще бога, типа, которая очень странно выглядит, честно говоря. Знаете, пилюли... I'm excited! Неудачно. Совсем неудачно. Совсем-совсем неудачно, блин, на ангеле поражать такую пилюлю противную. В общем, этот артефакт, который мы взяли за босса, это... Этот самый карамелизированный, или как там назвать правильно? Кукуруза, попкорн. Но если он дает просто HP Up и больше ничего, то у меня есть некоторые претензии к этому предмету. Какого черта он должен существовать, когда в Азике есть просто молоко? Когда не так, целая куча артефактов, которые просто дают HP Up и ничем друг от друга особо не отличаются. Ну, только внешний. Да, есть такие, конечно, которые добавляют что-то еще. А есть такие, которые в тупую HP Up и больше ничего. Вот этот предмет я бессмонятию, как он работает. Может быть, он, конечно, что-то еще дает, но я не знаю. Тихо. Давайте попробуем поданатить чуть-чуть. Дайте мне хотя бы одну бомбу. Я бы вас... О, шапка из кахахи. Давай сюда. Е-е-е, ребята, у нас скейтол. У нас теперь мухи будут превращаться в дружелюбных. Еще и спидлимитап. Отлично. Хорошая пилюля, хорошая комната, надо сказать. Красная кахаха. Еще в таком месте появилась, надо сказать. Давайте... А, все, мы уже взорвали его. И дэмэдж-ап нам дали, кстати. Хороший дроп. Все, мы уходим с этажа, в принципе. Мы взяли в золотой комнате нашу раду какую-то непонятную, насколько я помню. Где-то она тут была вроде. А, или нет. Стоп, мы здесь не были. Да, конечно, годхед у нас сработает крайне сомнительно, как мы видим. Серьезно, я хоть раз, ребят, возьму годхед с чем-то таким рабочим, хорошим. Потому что как только я его беру, он... Он не работает, он... Стоп, а что с нашими мухами, почему они белые? В смысле, почему они белые? И вот что сейчас муха мне показывает вот это вот? Что тут показывает? Что это вообще яма? Нурное создание. Почему они белые? Белые мухи, я знаю, что они появляются от тринки, которая вызывает несколько белых мух. У нее была особенность по сравнению с другими тринками что? Ну, с другими тринками на мух. Что она белых мух вызывает больше, чем другие мухи вызывают, там, ядовитых или взрывных мух. Может быть, у нас мухи будут как-то самонаводиться, но они не так самонаводящиеся. Черт его знает. Сарф. Чего? Как называется эффект? Не эффект, а этаж. Сёрфейс какой-то, что ли? Эксель, причем. Мухомор. Фу! Я решил на всех пожарных отойти и посмотреть, какую она атаку сделает. Не зря отошел, надо сказать. О, Бримстоунер! Ну, я не знаю, что у нас, все-таки, нам дал годхед для наших мух. Так, а у нас, судя по всему, когда мы уходим в комнату, возможно, от удачи этот шанс келится. У нас враги бывают зачарованные, причем сильно зачарованные. По-моему, у меня сейчас деньги отняли. О, это что такое еще? Ух ты ж, нифига, у нас сегодня к атака. Как у этого самого, не у Бримстоуна, а у монстра. А вот краски. Здесь были бы сейчас агрессивные мухи, а они становятся недружелюбными, я неправильно сказал. А, нейтральными. Я просто все еще путаюсь в эффекте. А как до него достать? А как доставать до этого врага? А если Пиво сейчас Делириум не убил бы, я бы как до него доставал бы? Хороший вопрос. Так, о-о-о. 32 монетки. Хорошо, я бы хотел уже магазин найти. Так, у нас тут грибочек. Агрессивный очень. Крайне агрессивный грибочек. Тихо-тихо-тихо. Все. Бомб нету. Есть пара сердец, в принципе, для защиты еще. Блин, ну какой же у нас все-таки в словопочке Godhead. Ну, блин, ну... А-а-а, как я обожаю этот артефакт. Вот Sacred Heart дает очень много дамага, самонаводку и так далее. Но Godhead дает... Я вижу, что здесь камушек. У меня бомбы нет. Godhead дает очень приятную ауру. Мне вот она дико нравится. Он, правда, нам Tears Down сделал, судя по всему, да? Вроде то он делает. Д6. Ха. Ха-ха-ха. А вот Д6, значит, я возьму. Я возьму Д6. Мы будем его использовать где-нибудь. Это мы паролем. Мы, в принципе, с Какахи уже много поимели. Посмотрели, как она выглядит. Спутник, бумеранг. Это мы уже видели. Д10 просто подержим в руках и поставим обратно, чтобы оно больше не попадалось. Пока есть автомат, я буду ролить за этот самый. За деньги. Лучше Д6 оставлю себе на кого-нибудь еще. Вы будете получать союзный паук за каждого убитого врага. Вопрос, если он умирает от наших мух. Мы будем получать или нет? Мне кажется, что нет. И тогда оно будет плохо работать. Но я возьму на всякий пожарный. Проверим заодно. Хотя, может быть, мы из наших слез будем кого-то убивать. Но сейчас мы сами убили врага. Ну, давайте проверим. Именно если наши мухи убьют врага. Из него дропнется что-нибудь? Мне кажется, что нет. Нет, стоп. Дропается, что ли, мне показалось? Дропается, да ладно? Если мухи убивают врага, из него все равно дропается. Убей ты его. Да, дропается паук. Нифига себе. Так это работает. Инфестейшн 2 работает у этого персонажа. Вот это меня радует. Тогда если бы мы сейчас... Интересно, если моп умирает именно от паучка, может ли оно подряд как бы одного врага убивает паук? Появляется следующий паук. Lay of hands. Что это? Не помню. А, это всего в руку дает. Да, да, да. Это у нас было. Ну, много, ребята, у вас. Выстрел здесь летит. Давайте подберем. Confused. О, нет! Понятно. Это опять путаница управления. Так, стоять, 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 стоять. Тяжело. Тихо, тихо. Это опять инверсия управления, ребят, если кто не понял. Так, мы золотой комнат нашли, магазин еще не нашли. Поэтому у нас сейчас будет босс. А я хочу в магазин, потому что мы еще... Так, сюда. Потому что у нас деньги есть, в принципе. Я бы хотел их туда потратить. Так вот, тихо, тихо, тихо. Перебарщу иногда с прожиманием клавиши. Так, стоп. А, управление вернулось. Я думаю, что за это самое? Что за фигня? Сердечки надропались, хорошо. Можно было там еще три костра взорвать. И, в принципе, соблазн такой есть, на самом деле. Потому что за одну бомбу три костра. Но лучше, может быть, бомбу сохранить на что-нибудь другое. Меня радует, что инфестейшн работает. Потому что это очень сильная комбо, значит, получается. Но если мы, например, паук убивают врага. Вряд ли из него... Да, из него, видите, из него второй паук уже не дропается. Именно мы должны убивать с мухи, либо с нашего выстрела. Кстати, вот такие вот белые ключи, которые нам сейчас выпало, как и белая бомба. Мне сказали, что это просто дает стабильно от одного до трех пикапов, соответственно. То есть чисто хороший положительный предмет. Так, сердечко тут дропнулось. Ага. Если сейчас пойду на это... Не-не-не, не идем. И оно исчезает, да? Да, видите, оно исчезает. Не совсем я понял, как работают эти трубы из Марио. Ну, я не знаю. Они напоминают очень сильно трубы из Марио. Нормально, там какая-то муха взорвалась, походу, и все из них подохли сразу же, моментально. Слушайте, наш флайзик теперь уже не просто флайзик, он и... Флай-спайдерайзик, я не знаю, как его правильно назвать так. Потому что у него и мухи, и пауки теперь уже есть. Прям повелитель всякой дряни. Неведомый. Кого еще ему можно добавить сюда? Даже не знаю. Бэбиков всяких? Ай. Такс, открыть. Десять монеток, о-о-о-о. Хоть бы в магазине был аппарат. Реролл. Кстати, я совсем забыл, что это экс-эритаж, поэтому у меня еще и золотая комната двое. Две штуки их. Напрочью, это из головы вылетело. Да, берем, правильно все. И реролим. Тени Уды. Нельзя брать. Ну, как бы, можно брать, просто я этим вам пользоваться не буду. Потому что если мы в Иуду переродимся, я так понимаю, что у нас пропадет наш атака мухами, потому что она идет именно как модификатор, вернее, базовая атака персонажа, а не какой-то артефакт. Поэтому это нам не подходит. Надо заряжать Д6 и искать что-то поинтереснее. Что-то, хоть что-то, что мы сможем взять. Такс. Интересно, зря. Если у нас бы появился бусукуб, например. Не суккуб, инкуб, инкуб, инкуб. Который так же стреляет, как мы. Он бы стрелял и так же бы спавнил мух или нет? Мне кажется, что, скорее всего, нет. Смотрите, плюс. Один ключик и минус один ключик. Хороший дроп. При этом, если бы у нас было бы 20D20. Никакой, не D20, а 20-20 даблшот. То есть, наверное, у нас количество мух бы удвоилось. Я предполагаю. Не знаю. Так, Пандора, бокс. Это у нас, слушайте, это у нас считается артефакт... Ой, это комната, то есть, за 30 монеток или 2 артефакта босса нам даст. Хрен его знает, честно говоря. Давайте на всякий пожарный прожмем ее в комнате золотой. Потому что этот этаж, он как бы XL. И за какой именно он будет считаться, я не знаю, честно говоря. Давайте прожмем его здесь, чтобы, если мы не захотим подбирать эти артефакты, чтобы мы ролили их вместе с синей иудой. А, 4 синих сердца дали. Значит, я вообще где-то там просчитался. Окей, кто-то лоханулся. Неправильно увидел, судя по всему. Так, ну, в принципе, нормальный дроп был. За 4 синих сердца, хотя 20 монеток, это дороже, чем если бы я покупал сердца по скидке. Ну, хрен с ними. Так, ну давайте рерол. Затроить можно было монет купить. И, ребята, мы нашли бомбу для нас. Я хотел сказать про этот артефакт сразу же, что... Разум Улья, Повелитель Мух, которая часть Хайвмайнд. Мухи и Пауки наносят в 2 раза больше урона. Это то, что нам нужно, нужнее всего нашему персонажу. Это просто, и оно пришло, ребята. Это пушка. У нас сейчас столько дамага будет. У нас сейчас весь... Просто весь дамаг в 2 раза увеличился, считайте. Это что такое? Отблок. Есть такое расширение в браузере, которое блокирует рекламу. It doesn't work as well as it used to. Что? Это не работает хорошо. Это работает что-то там. А, это использует что-то там. Хрен его знает, что значит. Мой перевод, как всегда, на высшем уровне. Можно мимо на этом фоне делать. Я его взял, допустим. А что он делает, я не знаю. Из серии, знаете... Что сейчас было? Какого черта эта штука взорвалась вообще? Из серии такой, знаете, мемасиков про... Когда сделал какую-то хрень полную, да? Тут же я взял... Обскакивающие слезы. Окей. Они будут работать? Они работают, как бы. Но дальности это им особо не прибавляет, по-моему. Хотя, может и прибавляет, не знаю. Но, короче, не особо отразится на нашей атаке. Но хуже от этого стать вроде как не должно. Хотя, с другой стороны... Если наши слезы летят дольше, то гораздо реже они, соответственно, будут спавнить... Как бы они спавнят мух только когда разбиваются. Соответственно, они только в конце пути будут разбиваться. А так бы они разбивались бы сразу же. Мы бы, как бы... Быстрее могли бы мух начать спавнить. Как-то так. Надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду. Ну, я не думаю, что для нас... Даже если было бы так, для нас стало бы критично как-то. У нас, конечно, D6 не заряжена. Это плохо. Блин, надо было в магазине поискать эту самую, на самом деле, батарейку. Надо было, а я не подумал об этом. Так, а у меня секретка где-то сверху, надеюсь, будет. О-о-о. Она не здесь все-таки. Блин, значит, она где-то в другом месте была. Супер секретка. Ну, хрен с ней. Не будем уже возвращаться. Диш. Диш, я думаю, что мы порвем просто за секунды. Вот сейчас там пауки на него налетят все. Когда они додумаются в сторону врага, двинутся, конечно. Ну, слушайте, ну, мы собрали уже более-менее что-то рабочее. И Литл Гиш, я его не люблю. Потому что он на него особо внимания особо не обращается как-то. Поэтому я был бы доволен, если бы мне дали бы что-то другое. У нас с мамочкой чемпион, кстати. Чемпион, который призывает более противных врагов, более сильных. Но это не проблема. Пойдем сегодня на полароид? Я думаю. Так, все. Ну, что, ну, забавный персонаж. Я, кстати говоря, вот челлендж, который я смотрел. Я не помню, говорил я про челлендж или нет? Мне написали в комментариях просто в прошлой серии, что потом, когда я решил челленджи проходить, окажется, что опять же челленджи будут все за забытого. О, ребят, это музыка. Это музыка, которая меня в прошлый раз проперла. Блин, я прям не знаю. Она как только начинает ее слушать, меня она прям дига нравится. Потом она начинает немножечко приедаться. Ну, если честно, прям вообще. Блин, вообще кайф. Не могу прям. Оу, ни хрена себе. Так они еще и, если умирают от яда, то тоже вспых... Ну, то тоже пауки призываются. Нормально так. Армия просто, армия. It's my army. Так вот, и у меня когда про забытого, что мне писали, то почему, в чем прикол-то был, если кто не понял. Почему челленджи должны быть за забытого? Потому что, когда я играл за моды на персонажей, там на Мейбл и за, по-моему, еще на Мелис, что ли, если мод был, не ошибаюсь. А может быть, ошибаюсь. В общем-то, пара модов была на персонажей разных, и у них были свои челленджи какие-то дополнительные добавлялись. Так, по-моему, мы здесь стоим в безопасности. Как мне ту какаху сломать, я не знаю прям. Знаете, что я сделаю? А в наглую. Я вот так сделаю. Упс. Потому что, ну нафиг эту комнату, через ту какаху пробираться. Confuse your enemies. 34! Карта номер 34! Охренеть! The Poltergeist. Окей, давайте попробуем. Poltergeist! Что происходит? А, он оглушает всех врагов. Да-да-да. Мешочек, кстати говоря, большой какой-то. Очень большой мешочек. Давайте посмотрим, что в нем будет. А, целая куча синих мух. Охренеть просто. Просто охренеть. Так вот, когда я делал челленджи... Когда были челленджи в моде на персонажей... Я все никогда говорить не могу, ребят, прошу прощения. Когда я их запускал и отжидал увидеть чего-то интересного, они были зафаготаны почему-то. Непонятно почему. Просто они были за забытого. Все челленджи. Я думал, что там может быть как-то с айдишниками какой-то конфликт. И что эти моды были сделаны до ввода еще в фаготана, может быть, я не знаю. Из-за этого они как бы даются фаготан сразу же всегда на этих челленджах, не знаю. И был вариант такой, что на этом моде могло быть то же самое, но я проверил первый челлендж, и он был не зафаготан, а он был с артефактами из этого мода. Он был за обычного персонажа какого-то, ну, из мода, судя по всему. Реуформ с артефактами. И выглядело там очень все забавно. Я не буду, наверное, говорить, хотя мне очень хочется сказать, что там было. Какие там были артефакты, но... Увидите своими глазами. Ну, либо если кого-то там прям не терпится, можешь спросить в комментариях, я вам, конечно, отвечу. Но так я предпочту, наверное, не говорить. Увидите своими глазами. Так, давайте поставим. Я так и не понял, как действует этот подарок немного. Как-то странно. Иногда бывает, ты берешь подарок, у тебя пропадает в артефакт. Ты его ставишь, он тебя возвращает в артефакт. В прошлый раз как-то так было. И у нас второй ангел, трик здоровья, или же создает большую ауру замедляющих врагов. На самом деле, вот этот артефакт, он как бы... Аура замедляющих врагов звучит не слишком соблазнительно. На самом деле, аура реально большая, и она очень крутая, она очень сильно помогает. Это как... Я не знаю, с чем сравнить. Это как Айм Дроузи на минималках, но при этом постоянный. Потому что враги, которые рядом с тобой, они реально хорошо замедляются. Мы собрали вторую часть ключа. Погнали, посмотрим, что будет дальше. Про Фагота, но я не помню. Когда-то в одной серии, я, по-моему, говорил про это, как этот персонаж вообще появился в Айзеке. Я, если честно, не совсем уверен, насколько это правда. Я видел такое видео, которое рассказывало про историю. Как именно пришло все к этому персонажу, как появился этот адейт. В общем, когда вышел Реперс, если не ошибаюсь, да, появился Лост, по-моему, да? И персонажи этого открыли не так, как планировал разработчик Энглуд, да? Ну, его команда, наверное, на тот момент. Не каким-то там квестиком в игре, так сказать, разгадали его загадку и лор. А именно через файлы игры догадались, как его открыть. То есть узнали через скрипты и так далее. Когда он был как бы недоволен и создал нового сверхсекретного персонажа, и этот краски был Паготен. Он там сделал целый квест, который заключался там. И где-то там надо было через... На фейсбуке или на твиттере что-то прочитать, из какой-то фразы что-то там в контексте как-то выловить, понять. Дальше там в каком-то городе, в каком-то месте, по определенным координатам, в какой-то широте, долготе, что-то там где-то раскопать. Найти какую-то там картинку, которая приводит к чему-то еще. После чего он там опять дает какую-то пасхалку, где-то еще в каких-то сетях и так далее. И там игроки разгадывали всем сообществом этот квест. И когда разгадали последний его элемент... Я прошел? Да, прошел. Разгадали последний элемент. Как раз-таки через час вышел апдейт на... И добавили фаготу на в игру. Я не знаю, ребят, кто-нибудь слышал про эту штуку или нет. Наверное, многие из вас слышали. Я не знаю, насколько это правда. Но вот у меня вот даже сейчас, когда я рассказываю вот так вот, да, знаете, все-таки, конечно, так неподготовлено. Просто потому что я сейчас это вспомню. О, библиотека. Так, это мы используем разок, допустим. Только у меня есть книги, бесполезно ролить. Хотя, знаете, что не бесполезно. Мы тут сейчас букворма соберем. Давайте хроним. А это что такое? Book of Charge, Infinity Energy. Она что, батарейки будет призывать, что ли? Хорошая книга. Любопытно. Мне кажется, ребят, что это предмет, который первый в списке на обуз. Знаете как? Взять эту книгу вместе с батарейкой, двойной прожать активки, будет призываться две батарейки, заодно прожать, и ты можешь сколько угодно батарейок наролить, и активку любую использовать, сколько вылезет раз. СД-20 это уже имба. Мы можем сколько вылезет, вот так вот сделать. Окей. Нижний червь, мы его подержали, я не помню. А, во. А, слушайте, вот эта часть, она не часть нижнего червя, оказывается. Это не часть букворма. Вот теперь мы букворма собрали. Так вот, ребят, вот такой вот есть... Вот такая вот есть как-то. Вот так вот появился фаготный, и я надеюсь, что все-таки это правда. Опять же, не ручаюсь. Ну вот такая вот история такая невероятная, да, как это красиво все сделали. Знаете, когда из... Прям вот ты когда смотришь какой-то сюжет, и когда у тебя из всех деталей как бы сюжета, всех аспектов складывается полная картина, и прям вот это вот до мурашек будоражит. Вот это примерно похоже ощущение вызывает у меня. Тоже так очень красиво сделано было. Это что еще такое? Почему мои слезы сейчас отлетают, и туда-сюда они не заканчивались как-то? Не понял, что это было сейчас с ними. Они же вроде вот я стреляю, они не летят дальше. Ай, во что я врезался? А, я даже не заметил, он был невидимый, судя по всему. У нас, по-моему, 11, сердец красный, если ошибаюсь. А хай прайсов нам не надо. Хотя можно взять. Можно взять и босса потоптать этим. А, это Итлис. Нормально. Мамино сердце, маминым каблуком раздоптали. Окей. А так можно было, да? Оказывается, да. Проход на Делириум открывают. Не уверен, что я хочу на него идти сейчас. Что, я зря что ли этого самого собирал, да? Мамино... Ой, как это он? Ключ к мега-сатане. Давайте вернемся за синим сердечком в той комнате сверху, над нами. Также я почему-то в первую комнату... Ай! Да, у меня есть такой вот косяк. Такая особенность, что если я комнату прошел, и там есть шипы, которые особенно идут сразу же по направлению после входа в эту комнату, а цианит... Убираем его дэмэджапом. Цианит исчезает, когда мы используем следующую пилюлю. Так вот. И я всегда на эту ловушку, если повторно через нее прохожу, я всегда на нее наступаю. Вот такая вот я скотина. Не специально, если что, цианит очередной. Кстати, давайте проверим, он будет работать после выхода с этажа или нет. Мне кажется, он закончится тоже. Это типа намек на то, что мы должны очень быстро проходить этаж. Потому что далеко не факт, что у нас попадется еще одна пилюля. Если мы сможем его снять. Конечно, я понимаю, что я абсолютно бесполезно сбегал за сердцем. Но стоит дэмэджап себе бафну. Протерял здоровье по дороге и восполнил его потом. Так, ну мы идем на полароид. 101 у нас таймера было. Я думаю, что он сейчас исчезнет. Да, ведь исчез. Кафедрол. Ну, погнали направо, например. У нас, в принципе, ситуация неплохая. Я думаю, что мы и мега-сатану можем порвать. Хотя на мега-сатане наши... наши пауки, например, не так хорошо работают. Потому что там, ну, только те враги, из которых он призывает, и только из них мы можем пауков вызывать. А так у нас будут только мухи, по сути. Слушайте, нифига себе дамага-то, а. Мы сблизи аурой дамажим нормально вполне себе. Постоянно спавним мух, которые наносят наш двойной урон. Не двойной, а четверной дамаг. У нас все очень хорошо с дамагом. Точно. У нас же этот самый, у нас же хайп-майнд есть. Точно. Не, ну тогда мы просто разрываем, короче. Такс. Гурди. Вот, смотрите, у нас сам дамаг маленький, но когда наши мухи начинают летать во врага, все трэш ему. Такой странный звук такой звучит, знаете, как помехи примерно. Как-то как белый шум напоминает немножко. О, тихо, что это такое было? Какие-то белые лазеры. У этих пауков. Какие-то пауки, которые выглядят как... Не буду говорить как что. Но у них какие-то прям, знаете, как повязка такая, как у ниндзя, что ли. Ну вот, честно скажу, мне вот саундтрек этой локации, мне кажется, что он слишком сильно выбивается из... Из Айзека. Он не такой атмосферный. Тихо, тихо, тихо. Айзек, Айзек, Айзек. Что это? Что за роплы? Айзек, Айзек. Лол, просто, просто в гар. Голосы мамочки с другими голосами какими-то. Айзек, Айзек, Айзек. Лучшая музыка напоминает, знаете, есть такой канал, наверняка многие знают, 55 на 55 или что-то такое, да? То есть те каналы, которые делают нарезку, то есть там, как Энжойкин тоже, да? Наверняка многие знают, даже я это знаю, хотя я мало такого чего-то знаю. Так вот, которые делают из каких-то вырванных из контекста фраз, делают такие саундтреки, которые приедаются прям. Это дико угарно звучит и при этом реально прикольно. И вот это очень сильно мне напомнило это. Так, токсик шоу... А, стоп, стоп, стоп. Не берем лишнего. У нас есть Айзек Хартс. Не надо. Блуди бумерангс. Бумеранг Тирс. Что это значит? Не знаю. Бумеранговые слезы какие-то. А, нихрена себе. А куда моя радуга? Не радуга, какая радуга? О, у нас дальность бесконечная стала, ребята. Куда моя аура Готхеда исчезла, во-первых. Во-вторых, как это будет работать с нашими мухами? Я не знаю. Рок. Ай, готе, Рок. Чего? Что? Ай, готе, Рок. Что значит это? Ну, я понял, что Рок это камень. Что оно сделало? Я думал, что оно камень может произойдет или что-нибудь такое. Вроде нет. Давайте зарядим еще разок и попробуем его использовать в какой-нибудь комнате. Ребят, мы сломали нашего персонажа. У нас нету мух. У нас нету мух! А-а-а, взял какую-то дрянь! Просто мухи исчезли, вы понимаете? У нас нету мух теперь. Вот беда! Вот это звездец, ребята! Надо же было так схватить-то гадость какую-то. Но это я не всем уверен, что это разработчиками было продумано. Ну и, конечно, этот артефакт как бы сам по себе работает, но... Он в итоге пошел как бы так доминировать над нашим персонажем, заменил наши слезы и в итоге убрал его особенность. Тихо. Но это не очень круто. Не, вот слезы меня прикалывают. Есть активка такая же бумеранг, да? Которая пускает один такой бумеранг. Забавно. Только, по-моему, оно как-то не дамажит нифига. Вообще не дамажит. Смотрите. Я стреляю, оно урона не наносит абсолютно. Вот, стреляю. Я не понимаю, в чем прикол. Смотрите, я вбью вроде как, а у дамага вообще нет. А что за это самое? При этом это не у босса здоровья много. Это реально дамага так нет. Потому что с супер-мид-боем я его нормально сношу. А что с уроном-то? Это беда какая-то. Ну вот опять я стреляю, у меня нет урона. У меня урон полностью пропал. Охренеть. Ребята, я беру свои слова полностью назад насчет того, что у нас мега-сатана умрет. Не всем я понимаю, как работает наш предмет. Просто ладно, что он заменил наши слезы. Удал, он наш урон убрал. Потому что я стреляю, мы вообще не бьем его. Вот, стреляю, стреляю. А толку? Ай. Охренеть. Обрекаешься, ребят, что мы сольемся. Нас один артефакт убивает, у нас просто нет урона. Из-за этого я сейчас мне будет не терпеться, я буду идти рашить врага в супер-мид-боя, я стрелять не умею, ой, не стрелять как-то. Вот так вот атаковать я не особо умею, чтобы не получать урон в ответку. Вот я опять использовал, я не понял, что он делает. Давайте прожмем вот этот вот артефакт. В Д6 поищем что-нибудь хотя бы. Реверс гравити, хелиум баллон, баллон с гелием, инверсия гравитации, с чего? Реверсия. 1,3 урона дали, 10 дали с дальности. Ииии... Не понял. Маджишин. Маджишин, кстати говоря, прикольная штука может быть. Так, Кёрст, ай. О, стоп, какой Кёрст, ай-то? А хотя... А нормально выглядит, кстати. Нормалёк так выглядит. Слушайте, у меня есть предложение, ребят, такое, пойти сразу... Ой, я забыл, что оно сейчас изменит. Нет, нет. Маджишин. Я Маджишин хотел на босса взять. Сердце души, вражеский снаряд, можно отскочить обратно. Так себе выглядят эти артефакты. Я просто не уверен, что я хочу идти на босса. Я не уверен, что я его убью. У меня предположение такое, что, может быть, стоит пойти сразу же на мега-сатану. Ай. А, ну Кёрст, ай. Да-да-да-да-да. Ну всё, ребят, походу мы складываемся. Вот что его дамажит, а? Что врага бьёт, а почему у него потом перестаёт по нему дамагать сеть? Может быть, это мы мухами дамажим столько? А когда мухи исчезают, то всё, урон пропадает. Может быть, у нашего персонажа сделана такая тема, что у нас... Блин, я думал, сейчас я вернусь, и будет божественный дождь. Нифига подобного. Тихо-тихо, уйди. Уйди. Ой. О, это кто за пауки-переростки? Это большие чемпионы или это... Нет, это босс-тройной паук. Это босс, у него хп-бар босса. Ё-моё. Мне кажется, у нашего персонажа сделано так, что у нас дамага с обычных слёз, а его нет абсолютно. Он почти убран. И из-за того, что наши слёзы не лопаются, у нас мух мы не можем призвать. Вот так вот, ребят, плачевно заканчивается сегодняшний забег, судя по всему. Кто бы мог подумать? Потому что я явно... Вот если даже эту комнату я пройду каким-то чьим-то способом, да? Что? Что я должен делать дальше? Не знаю, ну бомбу поставим, допустим. Бомбами будем дамажить. Девять бомб ещё есть. Опа. Супер-мид-бой есть ещё, я всё понимаю. Но я им пользоваться, опять же, не особо умею. Ломай, ломай. Пауки вывали-вылезли. Двойной осенний сердце. Ой, какой дроп. Сёстры вис. Вот видите, их сразу пробили пауки, немного бьют их, нормально так. А как только пауки исчезают, то всё, беда. Ой, что это за шарики? Это что? Что там за шарики разлетелись? Я не понял. А это что такое ещё? Кого? Это куда? Откуда у меня взялись шарики? У них есть аура, которая дамажит. Она и она исчезла. Они исчезли. Они так дамажили знатно. Что за приколы были сейчас? Что же опять творится? Я явно чё-то опять не понимаю. Как его убить? А, эта маска просто. Я пытаюсь её с Супер-мид-боем как-то поймать. Не получалось. Сердечко справа. Лавинка, хоть сколько-то. Пустите меня обратно. Там есть секретка, кстати. Здесь есть чёртова секретка. Дайте я хотя бы там спасусь немножко. А, она закрыта. Она закрыта же. Капец. Я не знаю, что нас может вытащить. Разве что какой-то резкий, большой, большого становления хп, и при этом какой-то альтернативный способ дамажить. Я не знаю, какой. Не знаю, хотя бы карамельная палочка, которая наносит нам сколько-то урона или процента урона. От хп врага по комнате по целой. Потому что это не серьёзно. У нас нет даже полёта, чтобы вот этих рогов контрить хоть как-то. Мы складываемся в этой комнате, ребят. Я пытался. Тыдыщи. Одного сейчас хотя бы убьём. Я, наверное, думаю... Тихо. Только не от своей бомбы. Это будет совсем фиаско. Ага, сейчас бомбу поставил. Грамотно ни разу. Одного ребят мы убили. Задача минимум выполнена. Тихо. Было близко. Так, у нас пару пауков появилось. Окей. Ой! Ну, я дум... Ребят, по-моему, это стоило того, чтобы проиграть. Какая музяка прикольная такая. Когда мы умираем, такая музяка играет классная. Это того стоило. В общем-то, вот такой вот, ребят, был у нас персонаж первый. Он был вполне себе играбельный, вполне себе сильный. Но есть некоторые артефакты. Судя по всему, Бримстоун тоже бы сломал бы этого персонажа, как и ножик, возможно. Если у нас перестают лопаться эти самые слезы, он перестает призывать муха. И тогда начинаются проблемы. И я сейчас телефончик посмотрел, сколько времени, и вижу, что там новый человек на канале, Смоукфист. И сейчас я открываю канал. Из-за любопытства просто так. У меня есть одно подозрение, что на канале... Уже, ребят, 601 человек! Значит, пока я записывал видео, стал юбилейчик, потому что было 509. А сейчас я вижу, что стало 601. В общем-то, ребят, как-то так. Сейчас у меня 21.54 вечера 30-го числа, если кому-то интересно. Нас уже 600, ребят, а прошлый юбилей был у меня отмечен в календарике 14-го числа. 15 дней, ну 16 дней примерно мы шли до 100. Охренеть просто! Я в шоке, если честно. Огромное, ребят, спасибо всем, кто подписывается. А если вы подписываете реально все, у нас было бы намного больше, потому что, как вы видите сейчас на экране... Зря я это сказал, мне придется добавить теперь эту картинку на экран, что более половины людей на канале, которые смотрят именно видео, не просто заходили, а именно смотрят. Они не подписаны на канал. Если вы из их числа, и вам до сих пор это нравится видео, то почему бы не подписаться? Вообще-то, ребят, всем добро пожаловать, всем безумно рад. Я думаю, что это чувство, на самом деле, со временем пропадет. Я рад, что он не пропал, что, вы знаете, когда было на канале буквально 20-30 человек, каждому человеку я был очень рад, очень доволен уже днем прожитым. Пройденным, не знаю, как сказать. И сейчас я все равно дико рад, ребят, благодарен. В общем-то, как-то так. По-моему, была хорошая серия, было много забавных моментов. Надеюсь, что она вам понравилась. А если это так, то не забывайте оценить видео, ребят. Это сильно помогает каналу в развитии, а меня это также очень мотивирует и очень радует. Оставляйте комментарии, ребят, стараюсь всем отвечать. А я желаю, ребят, всем хорошего, отличного, позитивного настроения, и такого же хорошего, дочного дня. Вы думали, что это все? Нет, я, как всегда, забыл сказать про колокольчик. Жмякайте на колокольчик, ребят, кто, конечно же, хочет получать уведомления о новых видео. Что-то вы будете получать. Что-то нет. Ну, что-то будете. Хоть что-то. Ух, все. Я желаю, ребят, всем хорошего, отличного, позитивного настроения, и такого же хорошего, удачного дня. Мне проще сказать фразу заново, чем вспоминать, на чем я остановился, честно говоря. И еще раз, ребят, желаю всем удачи, до новых встреч. Всем пока-пока.